насчет резервов которые у нас в принципе давайте скажем прямо украли вряд ли они нам вернутся скажите была ли какая-то ошибка в хранении этих резервов то есть могли ли мы теоретически где-то их еще хранить и обрагано ли вообще копить столько резервов вот такой большой объем больше 600 миллиардов долларов во-первых резерв у нас абсолютно избыточный есть международно признанный критерий рейдзи он был выработан по итогам кризиса 97 99 годов сколько валюты нужно стране для того чтобы гарантировать стабильность национальной валюты без ограничений финансовых спекуляций это сумма годовых выплат по всем внешним долгам и частного сектора и государственного и по процентам и по основным кредитам и трехмесячный импорт товаров услуг у нас это где-то примерно 220 миллиардов долларов простите у нас даже сейчас когда у нас все украли у нас есть эти деньги они у нас есть потому что импорт сжался это очевидно соответственно критерий рейдзи тоже снизился так что это избыточная денежная масса избыточная международная резерва которые не имели никакого оправдания потому что эти деньги должны были пойти на развитие стран это как-то бюджетными резервами где который бюджет у нас практически хранится второе да безусловно если у вас есть доллары евро и фунты составе ваших международных резервов у вас их могут украсть в любом случае потому что это запись на электронном счету это по сути дела обязательства той стороны которые комментируют и она в любой момент может свои обязательства назвать кому я должен всем проще на самом деле это касается наличных денег потому что может быть в любой момент произведена так сказать замена купюр как в мае месяце прошлого года заменили очередной раз швейцарские франки их меняют раз в девять лет а британские фунты стерлингов раз в 8 лет меня я раз в семь лет что такое и вторая вещь которая имеет место мы даже наличные могут быть да могут быть не признаны если пересчит переписали перепишут номера серии скажем такие-то серии не действительно потому что не направляясь условно говоря в россии в принципе это возможно без всякой таскать без всякого обновления дизайна без всякой перепечатки вот но без наличных все еще проще но коллеги если вы планируете серьезные драматические события подготовьтесь к этому выведите день купите золото купите юани в конце концов да с точки зрения коммерции это не очень выгодно потому что китай промышленная страна и почти как ну как как европы в меньшей степени но тоже поэтому стратегической перспективе евро слабеет и я тоже стратегической перспективе слабеет в голову но коллеги это вопрос не коммерческих потерь это вопрос потери всего системный риск должны были выйти из-под системного риска конце концов вложение в американские госбумаги свели до минимальной суммы там 10 или 14 миллиардов или 18 миллиардов после того как американцы заморозили международные резервы казахстана и кончилась все отставка назарбаева на самом деле они просто так заморозили половину международных резервов казахстана просто без повода заморозили я просто не слышал у них был казахов был конфликт в европе с каким-то скорее всего жуликом молдавского или казахского происхождения не помню но это был конфликт европе европейцы заморозили активы казахстана на сумму распять превышающие сумму сумму спора разных стран а американцы заморозили сумму в 23 раза больше то есть просто полный наглый произвол после этого через пару лет на бюро дошло и она начала снижать резервы в общем вложение в американские именно госбумаги но не в долларовые активы как выяснить более того у нас была проведена массовая выкачка долларов золота из страны потому что наберена где-то за год до всех этих событий а то и больше она заявила что даже за полтора года что банк россии больше не будет покупать золото по рыночной цене будет покупать с большой скидкой то есть если вы хотите продать золото по честной цене пожалуйста вывозите его из страны продавайте на лондонской бирже обеспечивать его экспорт а вот мы у вас будем покупать только по цене грабительской естественно все вы стали вывозить а почему вот захотелось никаких оснований не было никаких объяснений не было никаких оправданий не было мне захотелось из страны было вывезено 600 тонн золота только за прошлый год и по некоторым данным не проверял 200 тонн еще в январе месяца накануне всех этих событий ребята это сумасшествие понимаете говорят что сбербанк вывез две трети своего золотого запаса ну понятно что если я умный менеджер то я через лондон это золото продам ну как бы каким-нибудь хорошим людям и каким-нибудь плохим вот то есть это диверсия и этот человек сейчас у нас переназначается руководителя банка россии возникает вопрос а российское государство правда существует или это филиал каких-то там инвестиционных фондов западных вопрос не все понимают на кого не работают бывает же так что секретарша не зная в лицо руководителя корпорации ему таска ведет себя по отношению к нему невежливо потому что броя тут какой-то старичок непонятно и посылает его то мы снять что-то хозяин как все корпорации такое в жизни бывает может быть нашим государством тоже что-то подобное приключилась